МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это были события весны 2000 года. В принципе, тогда я как раз очень активно, что называется, выходил в свой бизнес, то есть то, чем я занимаюсь. И, так скажем, я занимался, то есть я брался за дела, которые другие люди отказывались, потому что они были очень рискованными. И очередное дело было выиграно, то есть я вернул людям предприятия, которые у них отобрали. Меня долго предупреждали, чтобы я отстал, снялся с этого дела, не работал, не совершал эти действия, которые я совершал. Ну, и в конце концов, около дома меня встретил большой, сильный человек, и он меня душил и бил головой об асфальт. В итоге был перелом основания черепа, ну, как это потом зафиксировали. Я защищался и, защищаясь, я повредил этого человека, вызвал ему скорую, его увезли на скорой, меня увезли господа милиционеры. Продержали меня до утра, допрашивали там, прочие всякие вещи. А я чувствовал, что плохо себя чувствовал, то есть и голова течет и плывет. Я везде, в каждом протоколе указываю, прошу меня отправить врачам, для того, чтобы освидетельствовать, потому что я чувствую, что у меня черепно-мозговая травма серьезная. Когда меня привезли к доктору, это произошло примерно через 12 часов после событий. Мне сделали УЗИ и обнаружили, то есть, ну, как доктор сказал, я, говорит, вообще не понимаю, почему этот человек сейчас сидит и с нами разговаривает, вообще, почему он живой. Потому что он находится в сумеречном состоянии, и у него по УЗИ показания несовместимы с жизнью. То есть, срочно на операционный стол. Ну, и дальше сделали операцию, там удалили гематом. Ну, и, в общем, лечение прошло вполне успешно, как все могут убедиться. Вот в тот момент, когда он меня душил и бил головой об асфальт, то есть, произошло такое ощущение, что как будто выключили свет, но не только свет, выключили еще одновременно и звук, выключили все осязательные моменты, то есть, запах, вкус, ощущения все, то есть, все оказалось полностью отсутствующим. И такая странная, как клубящаяся темнота была, и где-то вдалеке, ну, чуть выше линии горизонта, вот так, ну, было, видимо, некий просвет. И я, то есть, устремился туда, я не могу сказать, что я пошел или полетел, или еще как-то, то есть, я стал туда каким-то образом перемещаться. Я как-то вот себя, ноги совсем нет, а вот руки, все руки, кусок плеч, вот как бы я себя вижу, и я движусь, и вдруг я понимаю, что я движусь как будто бы по узкой дороге, то есть, такой, ну, как вот, как тропинки в сквериках. И по бокам, в таком шахматном порядке, периодически начинают появляться какие-то люди, наверное, то есть, они... То есть, я не мог разглядеть их лиц, но когда я мимо них проходил, там, как каким-то образом, они либо просто мотали головой, либо говорили, нет, не мой. То есть, я ничего понять не мог и продолжал двигаться дальше. И вдруг впереди, то есть, они все были примерно одинаково одеты, как будто в балахонах каких-то. В какой-то момент впереди оказалась женщина. То есть, если до этого было непонятно, кто это мужчина, там женщина, ну, вот они в этих балахонах, то тут, ну, на ней просто платье было, а не балахон. Она шагнула, переградила мне путь и сказала, а этот мой. Я говорю, здравствуй. Ну, мне, я думаю, что еще не надо. У меня там дел не закончено, их очень много. У меня как раз меньше месяца назад, то есть, до этих событий, то есть, несколько недель прошло, родилась дочь, и получилось, что моя жена лежала в одной больнице, а дочь в другой. То есть, там были преждевременные роды. Я говорю, мне никак нельзя. У меня там еще столько всего. Она говорит, зачем тогда ты сюда идешь? Я говорю, что можно не идти, но если ты считаешь, что у тебя есть недоделанные дела, возвращайся их и доделывай. Я быстренько-быстренько развернулся. И, в общем, ломанулся я обратно. Открываю глаза. Опять вижу этого человека, который продолжает меня душить и долбить головой об асфальт. Я его взял за лицо и ударил. Он с меня слетел, после чего я подскочил, то есть, достал телефон, вызвал. То есть, посмотрел, что он не шевелится, короче. То есть, вызвал ему скорую и вызвал милицию. Я уверился в том, что то, что мы привыкли видеть и слышать, это далеко не весь мир, который существует. То есть, это далеко не вся реальность, которая есть. То есть, первый раз у меня это такой некий проблеск понимания возник примерно за пять лет до этих событий. Тогда пришло такое чувство, что если я этому миру нужен для чего-то, зачем-то, то ничего страшного со мной не случится. А все, что со мной случилось, случается. Это, в общем-то, потому что именно так справедливо с точки зрения всего мира. То есть, ну, может быть, для какой-нибудь бабочки, которая родилась в августе, то есть, вылупилась в августе, запоздав, то, что вдруг приходит осень, будет несправедливо. Но для мира приход холодов, он будет справедлив и обоснован. То есть, и, в общем-то, все равно всему нашему миру на эту бабочку. Так же и здесь. То есть, со мной что-то происходит, и это, собственно, и есть та самая справедливость, которая существует. То есть, справедливость, она как добро, да? То есть, оно не может быть субъективным, оно может быть только объективным. В отличие от зла, например, которое может быть исключительно субъективным. То есть, и вот, я говорю, и как раз вот после этих событий я укрепился в этой уже, наверное, не вере. Потому что вера – это когда у нас понимание о каком-то субъекте, объекте, системе без наличия сенсорного опыта. В данном случае я получил свой собственный сенсорный опыт того, что это есть. И это из веры перешло, собственно, в знание. То есть, я стал легче принимать людей и события такими, какие они есть. Я перестал думать о том, что вот это, как это несправедливо, или вот какой он там плохой или злой. Ну, и не буду же я там обижаться на дерево за то, что оно стоит вот в этом месте, где я хочу пройти. То есть, ну, какой смысл? Дерево, оно есть дерево, оно здесь растет. Вот человек, с которым я встретился в своей жизни, он такой, какой он есть. То есть, он здесь растет. То есть, он вот тут живет, такой живет. Обижаться на него, злиться на него, смысла нет абсолютно никакого. Рождение есть выход, смерть есть вход. То есть, это, ну, какой-то переход, просто изменение какого-то одного агрегатного состояния на другое. Страшна не сама смерть, страшно не доделать какие-то дела, чего-то не успеть, как-то кому-то не помочь, там, или еще что-то. То есть, вот это, ну, какая разница? То есть, зачем ее бояться, если она все равно наступит? То есть, мы же не боимся выйти из комнаты, потому что там просто будет другой коридор. Но если мы знаем, что мы в эту комнату обратно не вернемся, то имеет смысл за собой прибраться, что ли? То есть, для того, чтобы не оставлять бардака тем, кто продолжает жить в этой комнате. На самом деле, после этого опыта, я понял, что, ну, как, я не бабочка, а однодневка, что это длинный путь, и здесь есть определенные, то есть, определенные шаги, определенные моменты, определенные цели, которые необходимо реализовать. И смерть может, на самом деле, прийти в любой момент. То есть, в любой момент может наступить этот переход. И поэтому каждый день нужно проживать таким образом, что он может оказаться, ну, реально последним в этой жизни, ну, то есть, в этом мире, в этом окружении. И нужно сделать так, чтобы тем, кто остается, продолжает здесь жить, после того, как я выйду и пойду куда-то другим путем, было более комфортно и более удобно. И, соответственно, мои цели, я перестал их откладывать на завтра, на послезавтра. Я стал их реализовывать здесь и сейчас намного больше, то есть, и намного четче научился их видеть, исследовать им. Я считаю, что мы живем как минимум, как минимум, в четырехмерном пространстве. При этом наши слова, они трехмерные. Если вы в какой-то момент жизни смогли увидеть там мир, более близко к реальности, то какой смысл об этом молчать? С другой стороны, бегать и убеждать кого-то тоже смысла никакого нет. Но если вы сможете поделиться, то, возможно, это кому-то поможет, кому-то поможет понять, зачем он в этот мир пришел, почему, задуматься вообще о чем-то, понять, что его поступки оставляют намного больше следов, чем это видно со стороны. То есть, возможно, что мир станет лучше. То есть, хотел сказать, чище, но у каждого свое понимание чистоты. В последнее время очень настороженно отношусь к этим фразам как-то. Это светлый, чистый человечек, как говорят некоторые. И, может быть, просто мы не видим ту часть, которая есть. А вообще, любой предмет, если он реально существует, в том числе человек, отбрасывает тень. Тень можно убрать двумя способами. Либо убрать свет, либо убрать человека. И поэтому тень есть всегда. Помните об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!